Дай почитать. Она, честно, признается, что относилась к тем, для кого изобразительное искусство было абсолютно чуждым и рассказывает, как неумолимо складывалась ее жизнь и приводила ее к истории искусств, как постепенно она стала яростной поклонницей живописи, зарабатывающей деньги при помощи полного погружения в мир искусства. Она решила, что обсуждение истории искусств через интересные рассказы – это не только весело, а оно унесет еще один глубокий продолжительный эффект. Искусство – это одна из тех немногих вещей, которые связывают нас друг с другом и открывают в нас нашу общую человечность. В 12 главах, разделенных на неожиданное, немного странное, поистине удивительное, много интересных историй о пропажах и подделках Монолизы, о подрывателе устоев Клоди Манне, о стиле «Рэдди Мэйд» и шедеврах Марселя Дюшана, о капсулах времени Энди Орхола и многом другом. Так Монолизу украли дважды. Известно хорошо, что первый случай был в 1911 году, но существует вероятность, что Мону украли еще раз во время Второй мировой войны. Самая важная картина в мире приглянулась нацистам. У Гитлера была смелая идея построить в городе Линце, своей австрийской родине, великолепный музей и заполнить его величайшими образцами мирового искусства. По подсчетам историка Ноя Чарни, за время Второй мировой войны было украдено более пяти миллионов произведений. Но Париж покинула копии великой картины, а оригинал Лувр предусмотрительно спрятал. Ван Гог не был признан при жизни и не сумел продать ни одной своей работы. Из 155 картин Джорджаны Хуттон удалось продать лишь одну. При этом она утверждала, что написала их не сама, а нарисовали все это духи. А она не видела противоречий между христианской верой, а она была англиканкой, и спиритуализмом. В 1861 году ее стражи-архангелы вдохновили попробовать новый способ донесения сообщений не словами, а изображениями. Прикрепив к спиритическому указателю цветные карандаши, Хуттон создала первый рисунок духов и начала называть себя их посредником. Примерно в 1913 году Марсель Зюшан, антихудожник, начал брать легкодоступные предметы повседневного обихода, продукты массового производства, очень распространенные и легко идентифицируемые, и начал представлять их как искусство с большой буквы. Так появились фонтан, он же писсуар, сушилка для винных бутылок, книга Дженнифер Дазл. Написаны непринужденно, легко, несколько сбивчиво, но все равно любопытно. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!